Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня на канале Лес от Огород по многочисленным просьбам мы сделаем выпечку из добного теста и сладкого творога. Воспользовались тем, что два дня идут дожди, времени хватает, так что приступаем! Итак, начнём с теста. Для теста мне понадобится мука, один стакан молока, у меня стакана 250 мл, один стакан на 250 мл сахара, пакетик ванилина, 100 г сливочного масла, 1 чайная ложечка соли, 4 яйца, и у меня здесь 1 столовая ложка сухих быстродействующих дрожжей. Молоко у меня температура примерно 30 градусов. Я добавляю из общего количества 1 стакан сахара, растворяю это всё молоком. И отправим в тёплое место на минут 10 нашу мини-опару. И пока наши дрожжи в тёплой духовочке пробуждаются, я разбила 4 яйца. Сюда я добавлю пол пакетика ванильного сахара, 1 чайную ложку соли, также я добавлю сахар, и венчиком хорошенько вот так будем растирать. Время у нас есть, пока дрожжи заработают. Нам взбивать в пышную пену совсем не нужно, просто чтобы была вот такая однородная масса, и достаточно. И теперь 100 граммов сливочного масла я размягчу в микроволновой печи. Растопленное масло мы отправляем сюда же к яйцам, и хорошенько ещё раз перемешаем. Муки всегда уходит разное количество, зависит от размера яиц, от того настолько мы растопили сливочное масло, поэтому я из общего количества возьму немножко муки. И теперь добавляю дрожжи, видите, они у нас взялись шапочкой, заработали. Если молочко остыло за это время, то можно ещё его подогреть. Желательно, чтобы все наши продукты были тёпленькие, все составляющие, тогда быстрее подойдёт тесто. Ополаскиваем хорошо от дрожжей в нашу посуду. Добавляем сюда сдобу, яйца, сахар, масло. И также, чтобы ничего у нас не осталось, хорошенько молочком тёпленьким ополоснём. И теперь замешиваем тесто. Сначала я замешиваю ложкой, собираем всё в один ком. И затем, постепенно добавляем муку, смотрим, чтобы тесто было не очень забитое мукой, но и не прилипало к рукам. И вымешиваем наше тесто. Постепенно добавляем муку и смотрим. Я взвесила, у меня было 900 граммов муки, ну и примерно граммов 50 у меня муки осталось. И теперь ещё около 80 минут я буду вымешивать тесто руками на доске. Тесто мы вымешивали около 10 минут. Оно у нас уже к рукам не липнет, к доске также не липнет, но оно и такое мягенькое. Теперь мы смазываем растительным маслом миску и отправляем наше тесто в тёплое место для подъёмчика. Накрываем каким-то либо полотенцем, либо крышкой, либо пищевой плёночкой и в тёплое место. И пока тесто наше будет подходить, я достала из холодильника творожок, чтобы он был комнатной температуры. Также 2 ложки сметаны я сюда добавила. Можно творог перетереть через сито, но я его буду вот перетирать погружным блендером. В 2 этапа я буду добавлять яйца. Сначала 2 яйца, затем ещё 2. И также буду продолжать взбивать. Ну и вот у нас получилась однородная пюреобразная вот такая масса нежная. И теперь 50 граммов сливочного масла я размягчу в микроволновой. Вот такое масло размягчённое мы отправляем в мисочку. Сюда же мы добавляем... Я взяла цедру одного апельсина. Она у меня в холодильнике, вот цедра была засахарённая просто. Добавляем сюда же. Также добавляем 2 столовые ложки манной крупы. Пол стакана или 5-6 ложек по своему вкусу сахара песка. И всё хорошенько ещё один раз перетираем. Вот такая у нас получилась аппетитная ароматная масса. И теперь в последнюю очередь мы отправляем сюда изюм, либо другие сухофрукты. Мы их промыли, просушили бумажным полотенцем. Можно взять клюкву, вишню. Вместо цедры апельсина можно взять цедру лимона, либо ванильный сахар. Всё, наша начинка готова. Ждём, чтобы полностью уже поднялось наше тесто. Прошло 60 минут. Наше тесто поднялось. И мы выкладываем его на доску. Слегка вот так подмесим. Сильно месить его не будем. Разделим на 4 части. Сделаем такие колобочечки. И я раскатаю один кусочек теста диаметром на такую вот сковородочку. Тесто хорошее. К столу не липнет, мукой не подсыпаю. И маслом растительным также. Вот форму я смазала растительным маслом. Первый пласт теста мы вот так выкладываем на дно нашей формы. И берёмся раскатывать второй. Раскатали второй пласт теста. И точно так же из него делаем розочки. Раскатываю я вот так, не очень тонко. И поступаем точно так же. Четыре кружочка мы сложили внахлёст. Вот так пальчиками прижимаем. И сворачиваем. Как обычно мы делаем розочки. Уплотняем. И разрезаем на половинку. Из одного пласта теста у нас получается четыре розочки. Вот так. Вот мы по кругу уложили наши розочки. Теперь берём творог. Он у нас так же был в тёплом месте. Тёпленький. Духовка включена до 25 градусов. Мы наполняем серединку творогом. Вот так ложкой хорошенько разравниваем. И отправляем в духовочку для подъёма. Оставшийся кусочек теста я раскатываю скалкой. Для этой выпечки я взяла форму поменьше. Вот так очертила окружность примерно. Делаю вот так надрезы. И укладываем в форму наше тесто. Распределяем по дну. И наполняем точно так же творожной начинкой. И вторую нашу запеканочку мы отправляем в тёплое место для подъёма. 15 минут. Подходили наши розочки. И теперь я смажу. Вот я взяла один желток и одну столовую ложку молока. И смажу наши розочки этой смесью. И включу духовку разогреваться до 180 градусов. И через минут 10 мы отправим наш вот такой прекрасный пирог. Творожный, пасхальный. В духовочку. Ещё по желанию можно сверху украсить вот разноцветными цукатами. И 10 минут пробежали. Духовка разогрелась до 170 градусов. Наша намазка из яйца немножко подсохла. Отправляем в духовочку. Ну и вот, друзья, первый пирог, веночек из розочек у нас выпекался всего 45 минут. Первые 15 минут 180 градусов. Затем я убавила до 170. Можно сделать глазурь и украсить. Можно просто присыпать сахарной пудрой слегка. Можно вообще не украшать. Это на свой вкус, на своё усмотрение. Я вот немножко присыплю сахарной пудрой. И ждём вторую запеканочку нашу. Вторая творожная запеканочка тоже уже готова. Можно присыпать пудрой по желанию. Можно не присыпать. Дадим остыть, достанем из формы и попробуем. Ну и вот, друзья, показываю вам выпечку на следующий день. Вчера вечером у нас были гости. Мы почаёвничали. Оставила специально кусочек, чтобы вам показать. Очень вкусный творожок, очень нежный. И также вы просили показывать не в разломе, а в разрезе, чтобы было лучше видно пористость. Ну и вот я разрежу кусочек такого вот творожного пирога. И покажу вам вот так. Вот так выглядит тесто. Вот. И творожок также очень нежный и очень вкусный. К чаю и к празднику как раз то, что нужно. Удобное тесто и творожок. Так что, друзья, до свидания. Кому понравилось, поставьте лайк. Заходите к нам в гости на канал Украиномовный смачни рецепты. Будьте здоровы. Пока.